Добрый день. Добрый день. Я мама Мирослава. Я мама Мирослава. У нас такая ситуация. У нас в районе обокрался магазин. И украдены были где-то на первом этаже женские вещи 44-46 размера. Но в магазине было украдено 5 бутылок коньяка. И 2000 лей. Так нам сказали. Коньяк находится у следователя. Вещи украдены. Но почему-то без того, чтобы нас вызывали, чтобы нам что-то говорили, к нам заявилась перекизиция. Как она называется? Обыск. Обыск сделал был не по правилам. Не вызвали людей от нас. Они разбрелись по дому, по улице. Но даже не в этом дело. Дело в том, что его всеми правдами и неправдами хотят посадить. Там был еще один участник. Тику Серджио. Он не знает этого человека. Нет, какой Тику Серджио? Я извиняюсь. Грошу Анатолий. Тику Серджио это адвокат. Грошу Анатолию. Он не знает этого никакого Анатолия. Плюс к этому, он был дома. В день ограбления он был дома. Он переписывался со старшим братом. Он играл в игру. Там же есть дата, есть время. Нам даже не разрешают собирать никакие оправдательные доказательства. Его решили посадить и на этом все. Нам постоянно твердят, что существует видео, существуют свидетели. Но нам не хотят говорить ни свидетеля, ни видео. Я говорю, не имеем права. Я говорю, хорошо, покажите видео адвокату, чтобы адвокат мне подтвердил, что действительно... Ну, не может быть видео. Он был дома этой ночью. А адвокат говорит и государственный, да? Да. А адвокат государственный вообще ничего не хочет делать. Она нам назначила сегодня полвосьмого встречу с ней, а потом отключила телефон. Полвосьмого утра? Нет, полдевятого утра. И отключила телефон. И заявилась уже туда к прокурору. Телефон у нее поднимался, а почему она не решила с нами встретиться, она вообще нам ничего не ответила. Это кто? Следователь? Не у следователя, у прокурора. Пожалуйста, не мешайте мне. Я путаюсь, извините, я на эмоциях. Что я вам хотела сказать? У меня есть аудиозаписи. В полиции я не успела. Там, где ему угрожали. Его хотели сразу закрыть. Я хотела сделать видеозапись, у меня забрали телефон. Не забрали, а сказали отключить в сумку. Но потом моя двоярная сестра научила меня, говорит, включи аудиозапись и просто держи телефон в руках. И то, что уже происходило у следователя, первый раз в прокуратуре, сегодня в прокуратуре, у меня все аудиозаписано. Как на меня повышают голос. Как нам вообще не дают слова сказать. Нам просто закрывали рот. И ребенку 16 лет, да? Да. А где это? В городе, в Кишиневе? Это в Бельцах. Это в городе Бельцах. Да. Понятно. Можно мне это записывать и ставить в интернет? Адвокат. Да, я бы очень хотела. Пожалуйста, если вы можете, помогите. У меня есть хороший адвокат, да. Но он стоит 5 тысяч и больше. Я многодетная мать и очень больная. У меня нет таких денег. Он мне говорит, мы потом подадим в суд и как бы нам вернут. Да, но на данный момент где мне взять эти 5 тысяч? Потому что нормальный адвокат, как он мне сказал, хороший адвокат, это в два плевка все докажет. Еще и их накажет. Я попросила государственного адвоката, попросила, говорю, помогите мне грамотно составить жалобу в прокуратуру. У меня есть аудиодоказательства, я хочу составить жалобу. Потому что они повышают голос, они матерятся. Детей оставили на оживленной страде в центре города. И у меня двойня, 7 лет. И меня подняли на 5 минут с Мирославом, снять ему отпечатки пальца. И держали нас там более часа, более часа держали, зная, что на улице двое 7-летних детей. Оживленная трасса, центр города. И государственный адвокат говорит, и ки куда? Мирославе детей. Что вы говорите? Говорите Кику государственный адвокат, да? Нет, а наша адвокат сейчас, Марьяна, а ну прочитай здесь фамилию. Женщина, да? Да, да, да. Чубара. Чубара Марьяна. Понятно. Ей не доверяй. А Кику Сергию это просто знакомый адвокат, на которого у меня просто нет денег. Понятно. Он мне бесплатно дал, объяснил, что мог, сказал, как оно должно быть. Ну, он не может работать без контракта, а я его нанять не могу за отсутствием денег. Ну, просто ребенку, во-первых, он не виноват. Его морально, морально его убивают тем, что его прессуют. Вот ты виноват и все. А во время обыска нашли что-нибудь? Нет. Нет, и не могли ничего найти. Ну, так как это было без свидетелей, могли подставить что-нибудь? Нет, там написано, я подписалась, и они подписали, что ничего не нашли. Понятно. Что очень удивительно, но ничего не нашли. Что они ничего и не искали, раз у следователя было все в сумках у него в кабинете. И я понимаю так, что если бы действительно существовало видео, о котором я им в лицо говорю, вы нас пугаете несуществующим видео. Не может быть видео, раз ребенок был дома. И если бы у вас были доказатели, было видео, вы бы закрыли уже моего ребенка. Так может быть там другой ребенок похожий. Да, но нас-то таскают. И говорят, что именно он... Понятно. Он хочет говорить... Это очень большое давление. Вы знаете, вот я пришла, я пришла оттуда, все, я сегодня выбита из колеи, я вот приняла лекарства, я сижу трясусь, я не знаю, что делать. У нас одна только вот... На вас мы надеемся, потому что это беззаконие, это беспредел. Вы можете это выставить в интернет, вы можете... Я хочу написать генеральному прокурору. Я только это и могу. Спасибо за доверие. Держим связь. Спасибо вам большое. Да, да, спасибо. 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 Спасибо.